Приветствую всех на канале Сад Флоксов. На 100 тысяч это очень интересно, потому что это показывает то, что мои разговоры о флоксах и других растениях вам интересны. В сегодняшнем видео я хочу немножечко подвести итоги и показать вам свои планы на будущее. Итак, я селекционер флоксов. Флоксами я занимаюсь более 25 лет, из них около 20 селекции. С 2012 года я активно участвовала в выставочной жизни в Москве, я участвовала в выставках флоксов. Мои флоксы занимали призовые места, у меня есть дипломы, грамоты. И поэтому мне хотелось вот эту вот красоту, многообразие флоксов, которые были на выставках, показать всем. Поскольку у меня очень многие заказчики были из отдаленных регионов, которые писали мне о том, что мы никогда-никогда в жизни не сможем попасть ни на какую выставку. Покажите, как это выглядит. И мне очень-очень хотелось это показать. И для этого я 9 лет назад, именно для этой цели, я создала канал садфлоксов. И мои первые видео были сняты абсолютно на ужасное качество, на какой-то там непонятный фотоаппарат с режимом видео. Это было смешно, и многие сейчас, кто смотрит эти видео, плюются и ругаются и говорят, какой ужасный звук. Ну да, но мне просто хотелось сделать людям приятное, чтобы они увидели, как проходят выставки флоксов, сколько там флоксов, какое там многообразие и красота. Но постепенно, постепенно мы совершенствовались. К моему вот этому процессу садфлоксов YouTube присоединился мой супруг. И мы, конечно, вышли сразу на более высокий уровень. Мы сразу стали снимать на лучшую аппаратуру. Он, как технический человек, сразу все вот это вот сделал, потому что для меня это было все невообразимо и невозможно. Поэтому дальше мы стали двигаться немножко более качественно. Дальше вторая, какая моя ипостась, потому что я делала, это были сорта. Мне всегда хотелось, чтобы люди видели прямо вот своими глазами, как выглядят флоксы, как выглядят хосты, как выглядят другие растения, пионы, ирисы, всякие, вот какие угодно. Вот как они выглядят в саду, в простом уходе, вот что это такое за зверь. Потому что порой те фотографии, которые мы видим в интернете, они абсолютно не отражают действительность. Именно для этого я снимала небольшие ролики, там на пару минут, в которых я четко рассказывала о том, вот этот сорт такой, такой, с такими характеристиками, вот, чтобы все могли видеть и знать. Также в моих видео вы можете много найти советов про уход и про посадку многих растений. Конечно же, это в основном про флоксы. Вторая моя любовь, это хосты. Хосты у меня на сегодняшний день более 800 сортов. Давайте похвастаюсь сразу. Флоксов более 500. Ежегодно, поскольку я селекционер, я проворачиваю несколько тысяч флоксовых сеянцев. Проворачиваю в том смысле, что отсматриваю, куда-то их деваю. На следующий год у меня снова несколько тысяч уже новых других. Я опять их отсматриваю, опять их куда-то деваю. У меня большая насмотренность флоксов. И есть такое прекрасное качество, что если я один раз увижу флокс, я навсегда запоминаю, как он выглядит и могу его узнать. Именно поэтому, как говорили мои коллеги-селекционеры, что проблем с селекцией у меня нет, поскольку многое я вижу и понимаю. Несколько лет подряд видео мы снимали у нас на даче. Там уже давным-давно джунгли и заросли, потому что моя любовь к растениям безгранична. Мне хотелось завести и то, и то, и пятое, и десятое. Все это, конечно же, показать. В какой-то момент мы поняли, что резиновый наш участок совершенно уже не резиновый. И пришлось нам купить участок. Участок мы убирали, в общем-то, не очень долго. У нас были четкие критерии. И вот мы выбрали вот этот живописный участок на берегу реки Ака. Почти три гектара. И я надеюсь, что теперь мне есть где разгуляться. Для моих сеянцев, наконец, много-много-много места. И для сеянцев, и для сортов, и для вообще всего много теперь места. И я этому, конечно же, очень рада. Поэтому в своих будущих видео я хочу продолжать рассказывать про сорта и хост, и флоксов, и пионов. И всего, что у меня будет здесь расти и цвести с большой радостью. Кроме этого, у меня планы, поскольку я имею ландшафтное образование. Мне же, естественно, хочется это как-то красиво сочетать в композициях. Но в первую очередь для себя, для того, чтобы я ходила и наслаждалась. Ну и во вторую очередь, чтобы показать, что вы тоже можете это сделать у себя так же красиво, чтобы и вы тоже могли у себя наслаждаться. Поэтому в планах создавать какие-то небольшие композиции, уголки, которые мы будем снимать, и рассказывать, что, как, с чем сидит, кто как сочетается и все остальное. На нашем канале я всегда стараюсь отвечать вам на комментарии. Поскольку только так я могу понимать, что конкретно волнует наших подписчиков, наших заказчиков. Поэтому и в этом видео я тоже прошу вас писать комментарии. А, пожалуйста, пишите, о чем хотелось бы вам видеть наше видео. Может быть, какие-то темы уже поднадоели и неинтересны. Может быть, они только мне интересны. В общем, жду от вас обратной связи. Еще раз хочу поблагодарить за то, что вы все эти годы с нами. Особая благодарность нашим самым активным подписчикам, которые пишут много комментариев, которые постоянно следят за нашими новостями и видео. Привет, Надежда Усасенко. Хотелось бы, чтобы таких комментаторов было больше, активных. Надеюсь, что наш канал вам интересен. Надеюсь, что вы будете дальше его смотреть, рассказывать о нем друзьям. Так что всем спасибо за вот эти вот большие количества просмотров, большие лайки и все остальное. Мне очень приятно. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал. Всем хороших цветов. А это наша новая помощница, наша звезда. Вот такая у нас теперь кошечка. Сама пришла на наш участок, на большой. Пришла маленьким котеночком. Ну, поэтому теперь с нами здесь вот сажает, копает, везде нам помогает, ну и, естественно, играет. Спасибо.